Привет зрители! Isuzu D-Max версии Arctic Trucks сегодня с нами Самый крутой пикап на рынке РФ Ни Toyota Blackconics, ни L200 Ни кто бы то еще Видя, да Китайцев, которые вроде бы радуют Никто не предлагает подобные варианты Arctic Trucks Причем легально у официальных дилеров Можно выбрать такой комплект и превратить Любую модификацию Isuzu D-Max Вот в такой вот крутой автомобиль Естественно, салон будет попроще у начальных версий Ну а у нас топ с накруткой внедорожной уже Внедорожной! Потому что это, конечно, пикап, который нужно брать Ну не сколько для того, чтобы грузовозить Сколько реально долбить по нашим дорогам И наслаждаться эффектом Потому что здесь не только машина, способная грузовозить Да, можете смотреть, обзоры полноценные Я думаю, нет смысла сейчас на этом останавливаться Главное в Isuzu D-Max Arctic Trucks То, что машина готова Готова с асфальта съезжать И, ну, мало кто позволяет Подобно ехать Мне кажется, это один из самых крутых автомобилей Сейчас с точки зрения дорожных возможностей Потому что 35-е колеса Все это внесено в ДТС Все это позволяет ехать И, бед не знаю, кстати, очень красивые Интересные держатели для задних брызговиков Чтобы не отрывать их Круто Продуманно Причем обвес качественный Ничто никак нигде не люфтит Смотрится огонь машина Она вообще даже в базовом варианте классно смотрится А вот с обвесом, я считаю, что частный пользователь То только такую версию надо брать Уж сами решайте, брать с лебедкой или нет К сожалению, прям вот четкого прайса Что, сколько стоит Найти не удалось То есть там есть на сайте вкладочка Открываешь и Мол, брошюра И спрашиваете, сколько стоит То есть в сети я нашел Разные напоминания И, в общем Придется вам самим это изучать К сожалению, да Четко вам сказать не могу Но видел, что Начальный вариант такого автомобиля Около 850 тысяч к базе Насколько это реально Друзья, не знаю Но нам главное сегодня не узнавать, сколько стоит А узнавать, как едет А уж стоит Ну, можно вообще бумажный обзор Что называется, снимать Но я за реальную езду Не важно Не важно, что там, как там Главное проехать, оценить А дальше вы уже сами решите Да, потому что И суд судьи Макс Независимо то, что он И с лебедкой, да И с защитой Можно вообще ничего не бояться Ух, мощь Главное, что здесь даже адаптивка сохранилась Обалдеть То есть при всем этом При всем том, что нужно съезжать с асфальта Здесь еще и возможность комфортно доехать До этого самого В бездорожье Шноркель тоже есть Ну, модификация, опять же, да Дополняется Ходите в шноркель Пожалуйста Кто-то скажет Ну вот Шноркель, он же что? Он же мощно снижает Вон как у Нив Постану шноркель сразу Минус 10 сил Здесь это не так Турбина Все это компенсирует Вот что хорошо, да Так что буст Под 3 литра Все будет Замечательно Все это входит Уходит Там как-то сложно Но турбина Знает свое дело Так что, друзья Сейчас мы с вами поедем Довольно Разлагольствовать Сразу я за руль И оценивать Возможность автомобиля Да? Ух! Дорогие зрители Эксплуатируя подобную технику Вам обязательно придется Осваивать Искусство Стравливания резины Потому что Уменьшая в ней давление Вы существенно Увеличиваете Проходимость Это надо зарубить на носу И те, кто считает Что травиться не надо Знаете Они Глупцы Вот Слово подобрал А на самом деле Надо жестче сказать В общем, я за Реально использование техники И в этом мне помогает Беркут Который Позволяет Во-первых Легко стравить Колесо Ну а потом Как накачать Такой объем Быстро восстановить Давление в шинах Позволит компрессор Беркут Р-24 Ух Мощь Ух Силы Кто-то скажет Ну ничего Если ты Обруди продвигаешь А что он в таком виде у тебя Друзья Это техника Беркут Она максимально надежна Работа безотказна И очень долго Например У меня в ходе эксплуатации А этому компрессору Более 5 лет У него Как вы видите Отвалилась Подошва Да Или основание Почему Ну потому что Упал он у меня Да Как говорится Всякое бывает И Видите Произошло Загибание Опорной Стальной Кстати Очень крепкой Пластины Но не беда Во первых Компрессор Максимально хорошо работает В любом состоянии Да Ух Дует на ура Да А во вторых Беркут Предоставляет вам Отборность На своих собственных Площадках Да Уродимый Беркут Отремонтировать То есть не где-то со стороны А реально В Беркут вы сдаете устройство Так сделаю и я И мне приведут его в порядок Совершенно официально Совершенно легально Да Не надо будет в гараже ковырять Беркут Сам производит И сам соответственно Восстанавливает свою продукцию Которая работает безотказно Но порой вот такие чисто Косметические истории Они случаются Так что друзья Выбирайте Беркут Как я Ссылки в описании Новый год впереди И эта продукция Лучше Что вы можете подарить Из автомобильных аксессуаров Ну а мы продолжаем Прям ощущается конечно Что сейчас Сейчас у нас тут будет Угар Поймем прямо на заднем приводе Потому что Ха Тридцать пятые колеса Они Своё сделают Дело На руль прыгаем Внутри Топовая версия Димакса Да С адаптивочкой Ха Восторг просто Так И Нужно Активировать Соответственно Тут очень интересно Даже беспроводное Есть Carplay Но я выбрал Проводную версию Так Удобнее Для меня И постабильнее Для моего телефона Простите за кашель Но до сих пор Я Вот Никак не Соответственно Не поправлюсь Ну и снимаю Для вас в любом состоянии Главное снять Хотел посерьезнее Уфроуд Но знаете В чем проблема В том что Снег только выпал И Его еще мало А вся земля Она Соответственно Промерзла И здесь уже Знаете Геометрия неинтересно снимать Почему Потому что Это уже от самого Да зависит Человек Как он там готов Долбить А вот реальные возможности Конечно Радует Единственное что не нашел Чего Подаверю руля Где он Нету Нету Вот Вот единственное Пожалуй Драйв Поехали Расход у меня 12 литров 26 км в час Средняя скорость Город плюс трасса Причем Пробочный город В общем Расход приемлемый Да Никакого там завышения Причем еду Как всегда 190 сил 3 литра Без проблем Автомобиль Передвигает Даже на 35 колесах Ну и автомат Все компенсирует Это хорошо Гидронсформатор Это сил Ну давайте выезжать На заднем приводе Друзья Отмечу Ничего усложненного У нас тут не появилось Блокировка по прежнему Задняя есть Передняя кстати Тоже может быть Да Ну и давай Задний привод Да Задний привод Друзья Все что вы хотите Задить про задний привод Я вам сейчас Показал Да кто то сказать Да везде мы там На заднем проедем Никуда вы на этом заднем Никуда Не приедете Хватит врать Заливать Терпеть не могу Вот этих Бахвальщихся злусов Вот бахвальство Еще хуже Потому что Одно дело Человек просто врет Другое дело Еще доказывает Что он прав Не может Мы запрыгнем Конечно на заднем приводе Я что не знаю Но мне кажется нет С разгона только если Да ну какой там Даже Даже под помощь Трекшена Не хватает Не хватает Угруженный Может быть и заехали Основа пикапа Что Ну конечно же Конечно же Главного пикапа Это Что Нагрузка Нет нагрузки Значит все на передке Да Поехали А вот он Вот вам мощь Да Полный привод Все Сразу поехали Прекрасно Ну теперь Поехали Полный привод Очень интересно Как машина себя поведет Ох Как треснулся головой Господи Да Вот это вот да Тут действительно тот случай Когда Будешь головой биться А машина будет вести себя Идеально Так что выбирайте скорость Которая вам кажется Разумной И вперед Потому что этот автомобиль Просто будет ехать Это вот тот случай Когда Ограничений Нет А они есть С помощью трекшена Трекшен Чего-то тут не хочется Да Что называется Разгонять Который головой Тут ударился А А бау Тут вскрыто Аккуратнее надо Да Может шлем уже носить Так Где у нас тут К включению Трекшен Не очень друзья Вот он Да Не ездил еще без трекшена Вот такая сов Все Оф Поехали Вот это вся мощь 190 сил Не то чтобы много Но достаточно Для того чтобы Уверенно Мчаться вперед На любых скоростях Буду аккуратно держаться Тоже да Чтобы головой Никуда не вложиться Направление Педаль в пол В бусте У нас Двигатель В стоянном Коне И прыгаем Да Мчим В руль Да Небольшая отдача Есть относительно Базовой версии Там она Едва ощущается Здесь Просто присутствует Потому что Колеса стали больше Слушай Ну он вообще идет Просто люто Просто люто Мы идем на автомобиле Потрясающие возможности Движения на Димакс Скорость можно любую Судовать Вот это Вот это да Ха-ха Ничего себе Да Вот это мощь Вот это Вот это тяга А друзья Как она идет Хорошо машина Ничего себе Притормозил Скоро здесь у нас Заборчик Надо вписываться В общем Чуть больше отдача Несмотря на то Что колеса стали Сильно больше Эта отдача Не мешает А простите А закашляет Радует И абсолютно свободная Машина Вот Да Помощи Позволяет Вот так вот ехать Ну правда держать Надо голову Потому что Швыряет Тебя здесь Порядком Но идет вообще Ни пробой подвески Ничего Ух Ух Вот это Вот это Трак А Вот это Вот это Сила Мне Мне заходит Выбирайте Артитрак С дата Плата Ну зато Как кайфово Ехать можно А Еще раз попробуем Поехали Педаль в пол Смотри Как хитро Машина знает Что уходит до упора И сама Снимает ход С этим можно газком Тоже регулировать Правда Висковят Виловат Газок Как и всегда Это обычно Бывает У подобных автомобилей У них Им не острота Нужна Вот эта плавность Чтобы уверенно Груз возить Чтобы лишних моментов Не было Ну как идет Слушайте Вообще огонь Вообще великолепно Еет Вот это Вот это Артитрак Вот это Вот огонь А Ха 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 Вот это Да Вот это Вот Вот это Вот тяга Великолепная Машина Друзья Прекрасная подготовка Уверенно Проходим Просто Просто Едем По полю Как то там Едем Непонятно куда Я уж не знаю Куда то В общем едем И куда то Везет Без труда Газку Газку Давай Корректируйся Все достаточно Плавно происходит Не пугает Там Сам сзади Вообще Смотрите Просто Чума А вот здесь У нас Можно въезжать Газком Подкорректируем Чуть Чтобы Выравилась Машина Здорово Кстати Вот быстрее Мне кажется Уже мощности Не хватает Кстати Говорят Что хватает Но По другой стороны Состочка по полю Да По заснеженному Это Как то многовато Ну идет Идет Добротно Давайте Выйдем Посмотрим Автомобиль Вот это Да Вот Вот это Вот это Вот это Техника Хватает Хватает Но честно говоря Для тех Кто хочет Еще больше Надо здесь Тил 400 Вот тогда Тогда будет Супертрак А здесь Ок Но Вот тем Кто адреналистиком Да Что то Что то Вот да Надо еще больше Потому что держит Держит Вообще без проблем Подвеска Держит Рулевое Молодцы Хороший автомобиль Поехали дальше Драйв Будем Выбираться Попробуем На заднем Приводе Не многие Люди Да Не Привод Знаете Что еще Интересно Что мы Забыли Еще Сделать Пойдем Прям туда Сейчас Поле Можно Где угодно Ездить В принципе Держит Для передачи Да Первое Смотрим Держит Держит Передачу Что удивительно Да Ну Очень Длинно Да Первое Как Получается Огонь Огонь Да Дорогой Зритель То смотрит В общем Arctic Trax Да Ой что ли Мышь Видели мышь Я разрыл ее Жизнь Ладно Потихонечку Едем Вырубаем Привод Полный Давайте посмотрим Как пойдет Видите Сразу активирует Система Трекшена Поехали Клировый С большой 300 Под защитой 2903 Точно Но Все равно Миллиметра Да То есть 30 сантиметров Больше Чем Достаточно Да Для того Чтобы Весело Ходить На заднем Приводе Мы сейчас Здесь Тесно Пройдем Или Да Посмотрим Сейчас Большой Клировый Позволяет В большинстве Случаев Да Спокойно Тихо Исапо Проезжайте Там Кроссоверы Рвутся Говорят Огонь Ты молодец Как ты Чувак Педаль В пол Давишь Да Такая Машина Едет Плавненько В натяг То что Для кроссоверов Просто невозможно Здесь Как раз Позволительно Круто Ну да Единственное Видите Руль Чуть больше Живет В руках Чем Базовая Версия А что Все Все Друзья Задний Привод Сказал Извините Ну Можно Натяг Кстати Нет Ой Нельзя Нельзя В натяг В общем Посрублены В очередной Раз Любители Моноприводных Вариантов Кстати Смотрите Стеклочиститель Простите Стеклочиститель В каких условиях Снимают Друзья Даже Болезни Ну вы должны знать Да Про возможность Автомобиля Конечно Должны Конечно Попробуем Драйв Вот он Передок Сразу Вперед Отправляют Поехали Поводим итог Отдача Кстати В руль Все равно Меньше Чем у L200 Потому что Удивительно Поехали Уезжаем Все равно Лучше Чем у L200 Автомобиль Вся ведет То есть У меня Разлузленности Нет Но мы можем Выходить В монопривод Соответственно И снижать Ход Ну если она будет На мою Я заеду Посмотрим сейчас Может стоит Будет Помыться Смыть Грязь Сейчас подумаю На эту тему Обязательно Итак Выезжаем Сюда И будем Сейчас Педаль давить Посмотрим Как получится Педаль в пол Поехали Ну Как-то все Еле-еле выезжают Педаль в пол Видите как Идет Не то чтобы Да Очень быстро Но Динамика Достаточная Позволяющая Уверенно Разгоняться И выходить На Рабочие Режимы Нет Да Выкручивается Это вот 140 Вот здесь Скорость Видите Встает Потихонечку Высокая Машина Да Это Близко Близко Максимум Вот После 150 Динамика Все С другой стороны Я должна Достаточно Хватать Ну Согласитесь Мне кажется Должно хватать Большинству 162 2000 На тахометре Браво Браво Вот Это вот Да И Видите Перенастроен Спидометр Нам Роггит Помогает Ссылочка В описании Будет Соответственно Как всегда Выбирайте Классные Регистраторы Детекторы Где-то 150 Чуть больше 147 То есть Все Перенастроено Не просто Большие колеса Поставили А все Правильно Сделали Так Ну Закаши Прошу простить Ничего Не могу С этим Сделать Сейчас Я думаю Зайеду Помоюсь Да Что Вот Надо Все Несмотреть Надо Помыться Немножко Потому что Грязновато Ну Неприятно Ехать С грязным Этим Соответственно Зеркало Будем Перестраиваться Ну Ведь Вот Есть Да Немножко Вялости Появилось Но Большие Колеса Своё Дело Делают Да И Естественно Вялость Это Никуда Не девается Но Никак Не мешает Устанимается Как плавно Органичности И все Так Вот Ну Здесь Сейчас Быстренько Смоюсь И продолжим Наш рассказ Смыл Всю эту грязь И можем Проложить Движение Отлично Так Обогрев Включаем Все Включаем Ах ты Какой Новый Автомобиль Обожаю Новые Автомобили Сос Сос Не трогать Ну да Действительно Зря 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 Потрогал Ладно Ну Выставочный Образец Это я Педаль на нем В пол Давлю Ладно Поехали Вперед С песней Как всегда Педаль в пол 35 колеса 90 сил 400 с лишним Момента И поехали На заднем приводе Ну чтобы Топливо Экономить Да Хитрой Трансмиссии Здесь нет Ну вполне Достаточно С трекшном ИСП Работать Да Впередаль в пол Да Обычно Так поехал Боже там Хвост пошел Ну Держит Система Пикап Отмечу Порожнее Ну потому что У нас активный Отдых Да Ну максимум Квадрик там Сзади Будет болтаться Все Поэтому Динамика Более чем Достаточно Да и поднагрузка Я думаю тоже будет хватать Вполне Вот смотрите Да Выставляем Определенную скорость Да Комфортно Где-то Около 130 130 140 После 140 Где-то к 150 Уже Уверенность теряется Почему теряется Ну понятно Высокий клиренс Большие колеса Они сами по себе Да естественно Больше склонности К воду Располагают Поэтому На скоростях Там свыше 140 Уже не так комфортно А так можно пилить Вот очень долго Обороты комфортные Ничего там Да Громкого Нет Ничего не выдает Скажем так Супер потенциал Недорожный Ехать можно долго В любые Скажем так Дали Без труда На асфальте Отдачи в руль Почти нет То есть Очень-очень сложно Ее получить Поэтому Де Макс Комфортно В своей Артик Трак Версии И эти колеса Нисколько ему Не вредят Так что Я сразу могу сказать Что этот вариант Я Конечно же Рекомендую Всем кто выбирает Пикап для себя Для своих Каких-то целей Кому нужно выезжать Куда-то там В сложные условия Де Макс В этой версии Более чем Готов Потенциал его Прекрасен Он реализован В этой версии Вполне полный Даже не знаю Шноркель есть Ребятка Есть Что еще нужно Да Сзади Кстати тоже Может быть Ребятка Через Четырех Он называется Четырехгранник Ну вот через Квадрат Короче Престонародный А ехать Так вполне Видите Спокойно Без проблем Ну единственное Что Да По зиме Где-то там Да Что-то В салоне И слышно Но с другой стороны Техника серьезная Почему бы И Этот лишний Какой-то Звучок Не простить Так Хорошо Никакой остроты По педалям Нет Плавно Все Размерено Чтобы Да Сознаваться Груз Аккуратно Возить Ну и в данном случае На бездорожье Тоже Меньше резкости Больше плавности И больше контроля Все наоборот Все наоборот На асфальте Нужна максимальная резкость И острота На бездорожье Максимальная плавность Чтобы момент Чтобы момент Реализовать Ну давай Езжай Вперед Вперед Как говорится Задубели Щетки на морозе Прибавили газку Сразу в 3000 И поехали Дверь слышно Да За 3000 На двух Очень комфортное звучание Тормоза плавные Усилие умеренное В общем Без труда Ну естественно В повороте Я осторожен еще Шины у нас АТ Они не зимние Да Шипов нет Поэтому Лучше плавнее Лучше плавнее Ну Без труда То есть Усилие на руле Номинальное Да Но есть То есть Сказать что ты там Контролируешь автомобиль Безусловно Нельзя Но Совершенно Естественно Воспринимаешь Лифтованный автомобиль Без потери Контроля Без потери уверенности До скоростей 140 150 Да и выше Видели В 160 упирается Все То есть Слишком большие колеса Слишком много клиренса Ну и То да У нас в общем Дороги как правило И 160 там ехать не А там где даже 130 плюс 20 150 Вы будете легко идти В общем Учитывая да Сейчас индекс скорости Ушинку 160 Ну Куда уж Да Быстрее Поэтому В этом Динамическом диапазоне Все хорошо Что же вы еле едете Господи Давай рули Газку Поддавим И поедем дальше Читал я Читал я кстати Опус на драйве 2 Ну я думаю С издавой Свойственной Понятно Если надо будет Что то еще Прокомментировать Небольшую Реманку Позволю Предыдущее Поколение Тоже было С версией Тракс Я как то Все хотел ее взять Но не получалось Вот сделаем так Короче Ну динамика Более чем Да Для Естественного Вождения Видите Так вот Мочеловский Трактат Читал В общем По его словам Предыдущее Поколение Был прям Кошмар По иным Свойствам Он говорит Меня да забанят Даже Но я скажу Правду Мол Подвеска Дрянь Здесь Вы видели Совершенно Спокойно Идем Единственное Что да Надо голову Беречь И Ну Держаться Да То есть Покрепче Держаться За руль Без проблем Идет Никакого Да Выхода В пробой Или наоборот Там В отбой Идет четко Прекрасно В общем Великолепная версия Способная порадовать И на асфальте Что удивительно То есть Никаких ограничений В динамике В какой-то там Езде Что там Тебе будет что-то мешать И на Оффроуде Тоже Наоборот Пашные плюсы Ну и плюс К цене К сожалению А так Ну в общем Не знаю Мачалова на дачу Эту версию Пусть что-нибудь скажет Вот Ну У меня доверия К персонажам Таким К сожалению Нет Смотрите Да вот Проезжаем Поперечные Стыки Без проблем Ну 130 Очень комфортная Скорость Не проблем С перестроением Обычно Когда у тебя Лифты Думаешь Ух Я сейчас Поверну Ух Поверну Там Да Здесь Включаешь поворотник А на обычном пикапе Просто поворачиваешь Ни после уводов Ни вот этих Каких-то Размазанных Реакций Которые Да Ставят тебя путаться Там в руле Ничего Педаль придавил Пошел Да Ворвномерно Чувствую Что Какая-то Мазня Небольшая Ну Она естественно Воспринимается То есть Никаких проблем С контролем Автомобиля Нет Ремень Дуга Обычно На дуге На автомобиле Ты вот так вот Едешь Ого Как это у меня Вот Здесь совершенно Видите Даже Реагирует На это Вывод Превосходная Подготовка К автомобилю Автомобилей К жестким Условиям Эксплуатации Лучший Пикап В новом Скажем Варианте Который Позволяет Сразу Получить Готовую К приключениям Машину Которая С этими Приключениями Справится Очень хорошо Идущую По Асфальту Без всяких Скидок Вообще Без скидок То есть Это совершенно Нормальный Автомобиль На 35 колесах Причем Но Но Совершенно Управляющийся Легко Так же Как Кроссовер Без труда Пожалуйста Никаких вопросов С тормозами С устойчивостью С чем-то Еще Здесь нет Легко Легко Едет Легко Горячим головам Да Может 150 Дальше Ну Можно Конечно Попробовать Педаль В полу Сейчас У нас Здесь Спуск Но Все Встает Ну 160 Где-то Так Наверное Да Даже 160 Не будет То есть Как раз 190 сил Разумная Золотая Средина Чтобы Уверенно Ходить Диапазоне Там Где-то До 140 И После 140 Кстати Есть Уже Все Динамика Исчезает Машина Динамическая Вновесие Впадает Между Мощностью Скрелением Воздуха Качением И прочими Потерями Которые Можно Найти Но В остальном До этих Значений Идет Просто Ура Вот еще Одна Дуга Стыки Специально Держу Чтобы Видно Вам было Совершенно Спокоен Выставляешь Руль Автомобиль Идет По дуге Я с вами Обращаюсь Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...